Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск радиоблога, прежде чем я его начну. Хотел бы напомнить, что мы продолжаем и не собираемся останавливать подписку на наш ньюслеттер, который рассылается ежедневно. Это continentusa.com, наш сайт называется. А газета называется «Континент». Это газета, которая информирует вас о событиях в Америке, в мире. Вы прочтёте у нас любимых вами авторов. Я не буду перечислять, это займёт долгое время. Напоминаю просто, что если вы хотите получать наш ньюслеттер с напоминанием о том, что и когда прочесть, то, милости просим, это просто сделать. Вы только даёте свой электронный адрес, и вы с нами. Ну и также не забывайте о ТВ-клубе «Континент» в нашем подкасте, где всегда можно встретиться с очень интересными людьми. Ну а сегодня вот очередная встреча с очень интересным человеком. Уже на народной волне в программе «Радиоблог». Итак, сегодня Аполлитолог с более чем полувековым стажем. Человек, который основал и до сих пор много-много лет возглавляет издательский комплекс, называемый «Либерти, свобода». Наш нью-йоркский друг Илья Левков. Илья, добрый день. Добрый день вам и всем. Я сегодня очень рад вас приветствовать на этой волне. Я не знаю, было ли когда-нибудь с вами здесь, были ли встречи. Но если не были, значит, что-то было когда-то упущено, но теперь мы возместим. Это были в администрации Айзенхавора. Не-не-не, это было, но было несколько лет назад. Несколько лет назад. Вот Серёжа подсказывает, значит, всё. Значит, мы так понимаем, что и в Чикаго, и те, кто смотрит телевизионные ваши, в общем-то, передачи и так далее, конечно, знают вас хорошо. Но о вас мы ещё поговорим позже. Сегодня мы уж заранее условились, у нас есть интересная тема. А тема эта связана с человеком, который, собственно, послужил первой, я бы сказал, такой сакральной жертвой. Потому что не прошло буквально и двух недель, как администрация Трампа потеряла первого очень, я бы сказал, порядочного, очень-очень профессионального человека. Это генерал Флинн, которого буквально днями оправдали. После вот этих трёх с лишним лет мытарств и так далее, человек вернул себе честное имя. Но это всем известно. А вот, насколько я знаю, у вас есть достаточно интересная информация, которую вы могли бы поделиться с нашими радиослушателями. Тем более, что генерал Флинн для вас человек знакомый. Да. Это началось давным-давно до Флинта. Я, так сказать, в кавычках, наезжал на Белый дом. У меня в 89-м году вышла книга бывшего человека, который он занимал, хоть должен был занять его пост. Мой друг и профессор Збигнев-Бжижинский. Вот он, пугающий. Это вышло у меня в 89-м году. Я её привёз, между прочим, даже на московскую ярмарку. И длинная история. Полит издат бегал за мной, хотел переиздать. В конце концов, да, переиздал одну из глав. Но это отдельно. К тому ещё я, конечно, его хорошо знал. И два лета он мне оставлял свой дом, уезжая на дачу. Короче. А второй, так называемый, наезд был тоже на Белый дом Буша-старшего. У меня вышла его автобиография. Исторически впервые вице-президент на посту писал автобиографию. Говоря о том, что этот же вице-президент кодировался на пост президента, на избрание поста президента. Книга вышла 3-4 месяца до выборов. Оставим всё остальное, они будут бить себя по плечам слишком много. В этом случае было совмещение. Значит, с одной стороны, вот это мой дальний и опытный прицел на Белый дом и будущих советников национального комитета. А с другой стороны, что соавтором книги Флинна, который называется «Поле боя», что интересно, потому что у меня была когда-то рукопись. Он был советником Бегина, он написал предысторию 1948 года, создание государства Израиля, все дебаты. И я её купил, перевёл, и это единственный раз, я должен сказать, извиняюсь перед всеми, я потерял эту рукопись. Это было давно, она была в машинописном формате, ещё не было компьютера, 80-е годы, всё такое. Перевела мне её вот Лариса Герштейн, известная вам. В общем, вновь вернулся я к книге «Поле боя», которую только что издал генерал Флинн. Но не только из-за этого. Его соавтором официальным на обложке мой старейший друг Майкл Леддин, тоже Майкл. И он такой аналитик высшего класса, но он также участвовал в администрации Регина. Он был в Госдепе, он был ответственный впервые за международный терроризм. Это было в 1980-м, 1981-м, 1982-м. Поэтому, вот имея эти две причины, так сказать, я начал процесс купить его книгу и передать его как лояльный Робин Гуд от богатых к бедным, которые владеют богатым языком на русском языке. Но, когда начался этот обстрел, а он был невероятный, он произошел всего в две недели, он был дольше. Но его нашли, ФБР нашли его невиновным. И кто? Включая Коми и включая Строка. Оба этих, тот Коми, который послал Строка в Белый дом, мы поговорим об этом, если вы желаете, оба сказали, да, там была какая-то маленькая, он не помнил точно, но это даже не считается ложью, это считается ошибкой. Но, за ошибки, такого рода, если ФБР хочет, оно хватает еще как. Я вам дам три примера, мне вскакивают в голову. Первый, это был советник Чейни, если вы помните, был такой вице-президент Чейни у Буша 43-го. Он матерый, опытный, все такое. Но все равно, он случайно, его опять начали, там был спор, кто выбросил слово этой бывшей офицеры ЦРУ, все такое, длинная история. В общем, он дал все показания, но он напутал, у него в памяти, я не помню, что я кушал на завтраке, понимаете. Его спрашивали, что он сказал три года тому назад. В общем, нашли там, да, неточные даты. Значит, у него была написана одна дата в его дневнике, другая дата, которую он устно сказал. И это вообще интересно. Если вы знаете что-то, и вы подаете эту информацию официально, то здесь нечего вообще обсуждать и видеть ошибки. Так же, как тот же строк, у него была запись разговора Флинна с этим послом России. То что здесь было сверять? Об этом не было никаких споров, понимаете. То он не должен был... Они где-то его там подцепили. Мы вернемся к этому. Короче, короче, это что взяли и вот это дало... Значит, 4 января 2017 года, остаются две недели до принятия, вход в Белый дом Трампа, вдруг ему подослали, как вы знаете, двух агентов ФБР. Сказали, слушай, это ничего. Сказал, тебе не нужен адвокат. И потом Коми, как все знают, даже хвастался. Вот это интересно. Почему? Не то, что он хвастался, как мальчик, но он это сделал официальным видео. Но где он это сделал официальным видео? Это важно. Это тоже самое важное, как и что Байден сказал, когда он хвастался, как он убрал генерального прокурора. Где он это сделал? Он это сделал в Council on Foreign Relations. Понимаете, это была известная организация национальной важности. Это тоже важно. Где вы говорите? Тот сказал, Коми выступал в Центральном культурном доме Нью-Йоркского еврейства. Он называется 90-second Y. Это Y Young Men Hebrew Association на 92-й улице и Лексингтоне. И вот там есть эта видеозапись, когда он говорит, я бы не сделал бы такое ни с Бушем, ни с Обамой, потому что они были опытные, мастистые. А это я чувствовал, что там нету никаких опытных людей. То я им подбросил, и никто не сказал ему даже в ФБР, эй, здесь что-то некошерное. Между прочим, кто-то да. Но он, но якобы этот строк и другой агент уже ехали на машине в Белый дом. Они не могли их остановить. Что произошло? Произошло то, что, опять-таки, они як не сказали ему, что они подозревают его в каком-то участии, в сговоре с Путиным. Сказали, дайте нам информацию об этом, том, 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 том. И там он сказал что-то о кисляке, он не упомянул или не упомянул точную дату. И все. И вот за это зацепились. Сейчас. Почему зацепились на ФБР? Потому что он уникальный в первом кабинете Трампа. Были двое, так настоящие. Был глава министра обороны, как вы помните, вояка настоящий. И был еще экономист. Все остальные были, так сказать, полукандидаты. Нематерыми. Матерый был он. В чем его матерность? Он две вещи. Во-первых, он, так сказать, наступил на хвост Обамы три года тому назад. До этого, когда Обама хвастался, вот, нету больше Бен Ладена и нету больше Аль-Каиды. Он сказал, хей-хей, ребята, не спешите. Да, его похоронили, сожгли и забросили камнями, скажем, да, самого Бен Ладена. Но Ал-Каида продолжают местостазу и в формах, и в географическом пространстве, начиная с Ирака, Африки и в глубине Африки, не только на побережье, там, в Судане. И это не понравилось очень Обаме. И вот он на него с того времени так зуб. Но следующее, очень важное, не понравилось, когда Флинн уже сказал, что у него на повестке дня одна из первых вещь, это вообще сделать какой-то порядок во всех американских разведках. Так нельзя, 17 разведок. Вы знаете, что в Америке есть разведка почтой? Не слыхали, да? Я вам еще раз могу рассказать о многих разведках, которые госдеп, конечно, имеют, военные имеют, морские имеют, марлинцы имеют свою разведку. Как будто это огнетушитель. Каждый должен иметь разведку. Скажите, есть вопрос тогда на сей счет. А все ли они так политизированы, как основные ведомства, как ФБР, как ЦРУ? Мы не знаем. Я вам скажу, они никогда не играли, потому что сейчас есть, раньше было главным образом, это была военная разведка. Скажем, военная, внешние, три главные. Военная разведка, госдепартамент разведка и ЦРУ. Сейчас, когда все это объединили, помните, Буш, который сделал Home Security Office, это вообще была большая ошибка, потому что он создал самую большую бюрократию. Но, кроме этого, вот все они продолжали действовать. А когда они продолжали действовать, слушайте, даже с лучшими намерениями, когда есть 17, то это вам не только лебедь, рак и щука. Это еще стадо кошек и коней, знаете. Поэтому каждый тянул на себя без того, что они политизированы, понимаете. Не надо их отдавать. Даже без того, что они политизированы, у каждого был свой угол, и что ему было важно. Например, Министерство финансов имеет свою разведку, понимаете. По всему миру, потому что они охраняют доллар и все такого рода. Короче, это он сказал, но и он сказал, что он учредит. Вообще, он очистит. Он новая метла, он не знал про того Бабеля, но он сказал, он очистит и укротит количество этих. Но более того, что еще более важно, он был самый опытный человек в разведке. Всю жизнь он работал в военной разведке, он был главарной разведки. И поэтому, например, все, что происходило после этого, не могло произойти с таким человеком в администрации, тому еще сидящим в Белом доме и встречающийся дневно с президентом. Вот почему он стал мишенью, понимаете. И, конечно, и вот сейчас мы перескакиваем на много-много-много, как вы знаете. Если пар не сказался на прошлой неделе, конечно, что все, это было фуфло, говоря на великом языке, и ничего подобного там не было, не было обвинено. То произошли две интересные вещи, которые, вот, может быть, мы потом и обсудим. Первое, это то, что 200 тысяч, слушайте, 200 тысяч бывших работников Министерства юстиции сказали, что, Бар, ничего подобного, у тебя нету права, это должен быть суд. Для того, чтобы был суд, надо иметь обвинение. ФБР не имеют никаких обвинений, понимаете, это раз. Вторая волна, которая вот начала катиться, а именно это вот в эту пятницу Барак Обама обратился к 300 тысячам людям, которые члены бывшей, называется Ассоциация Администрации Обама. 300 тысяч, бывшие, уже на пенсии. Но смотрите, почему он держит эту машину вообще? Для чего? Уже не будет больше администрации Обамы. Пускай они сидят и пишут мемуары и восхищаются бывшим президентом. Для чего эта организация? Это рычаг, это политический рычаг. И вот они, он выступал пред ними, это был телефон такой, вроде Zoom, всем этим одновременно, и он в этой ассоциации. И что интересно, что этот телефон и разговор были ликт, ну, они были выброшены куда? В Ягу, в сеть Ягу. Почему интересно в сеть Ягу? Потому что в сеть Ягу вылил секреты этого досье, это британец, как его зовут? Стилл. Стилл. Видите, интересно, они должны быть мудрые. Эй, вы же знаете, что Ягу уже было опозорено. Почему вы повторяете твою ошибку? Пользуйтесь другими. Без конца есть доброжелатели в громадных сетях. Нет, они в Ягу просто показывают, как политолог. Я читаю это, я прямо удивлен. Понимаете? Это грязное дело, опять обращаться к Ягу. И кто такие Ягу? Они не самые великие, не самые мощные. Но вот эти вещи интересны, потому что здесь торыто много-много собак. Да, кстати, все-таки несколько слов о книге Флина, которую вы готовили. Я начал, не, мне нужно было купить права и все такое. Конечно, когда его там стреляют все другие, кто ему Либерти и кто Левков, понимаете? Ну конечно, это понятно. Ему было не до этого. Но тем не менее, вот книга, она имеет место быть, правильно? Да, она была сразу, она подскочила сразу в поле боя и стала бам-бам-бам-бам бестселлером в Нью-Йорк Таймс. Это понятно. Но вот какие-то планы есть дальнейшие? Есть, я увижу, я увижу. Просто, я не знаю, поддержать его духом, понимаете? Это как надо, как тот комитал, но никто ему не подмигнул или не спел, да? Да, но вы можете новую русскую сагу таким образом открыть, потому что как только на русском это появится, скажут, ну конечно. Ну конечно же. Конечно, я и переиздать можно, и все такое, и другие восточные, восточноевропейские. Ну для больших я им не нужен. Франция, Германия, Испанские, они сами доберутся, понимаете? Китайцев, я не уверен, они смогут. Хотя, они будут заинтересованы, кто этот человек. Потому что, я думаю, если бы меня заставили, я не люблю пророчить, у меня такое имя пророка. Но, я думаю, что есть весомые шансы, что после выборов он его вернет в Белый дом. Потому что, я знаю этого президента, я его изучал, всю его автобиографию под луком. Ну, есть такое ощущение, что вообще вот эта вся несправедливость, не только с Флином, связана она с некоторыми другими людьми, которые попали под этот каток. И самая интересная справедливость, пока не состоялась в отношении людей, которые их под этот каток толкнули. Вот тут какие ваши мнения на этот счет? Выговорка каток. Это такой каток. Это впервые, впервые был Путч. Были сделаны два с половиной, даже три шага к Путчу. До того, что даже обсуждался вопрос войти с микрофоном и записать ответы президента. Вы понимаете, что это такое? И кто второй человек зам генерального прокурора Министерства юстиции? Об этом безумии мы говорили все эти годы, пока Трамп является президентом. И вот ответа какого-то на вопрос, как это вообще могло быть, у нас нет. Но у вас есть буквально сейчас до перерыва полторы минуты, чтобы дать важную информацию. А потом мы уже уйдем на перерыв и вернемся, ожидая вопросов. Новинки. Я вам расскажу две-три новинки. Скажу, вот есть электронные на электронном... Извините, Илья, это и это, вот новые книги вашего издательства «Либерти». Новая книга издательства «Либерти» вышла на русском. «Побег из Бабьего Яра», документальный человек, который выступал свидетелем в судах Советского Союза и даже Нюрнберга. Есть новинка к 130-летию юбилея Борис Пастернак «Трагические страницы», написал израильский автор Лев Шапира. Есть книга «Чехов как зеркало российского антисемитизма», тоже израильский автор Станислав Грачев. И для баланса, чтобы не сказали, что я зациклен только на этих, есть «Дао Де Цинь» для 21 века. Это вот суть китайской цивилизации. Но он берет правый угол. И вот как пользоваться этой мудростью, которая есть из стол всей китайской цивилизации? Чудесная, интересная, читабельная книга «Четыреста страниц». Поверьте мне, она должна быть, если человек интеллигентный, он должен ее прочитать. А теперь скажите, где это можно найти? Все это можно найти на сайте Liberty. Более короткий вход, чем длинный официальный. Это ilialewkov.com Илья, вы пишете ilia.ilialewkov.com И там у вас есть «А» и на английском языке. Можете послать кого хотите туда, если у вас такие друзья. И можете также сами посмотреть. Есть английские книги, уязычные книги, есть электронные книги. И все электронные книги сейчас, в период вируса, всего лишь 3 доллара 99. Вот так, да. Ну, замечательно. Никогда не станут ни миллионером, ни тевьемолочником даже. Есть. Все. Значит, информация получена. Спасибо. Сейчас мы уйдем на несколько минут рекламы. Послушайте эти важные объявления. Потом возвращайтесь. Если будут вопросы к нам, то будем рады ответить. Возвращаемся к Игорю Цесарскому. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И если вы не возражаете, у нас есть телефонные звонки. Я только напомню, что сегодня с нами Илья Оливков, издатель, политолог, город Нью-Йорк. Добрый день. Слушаем вас. Какая перспектива этого контрнаступления республиканцев? Желательно по времени и по мощности. Какая перспектива? Ответьте, пожалуйста, если можете. Спасибо за вопрос, Илья, пожалуйста. А перспектива, она, во-первых, все, что известно сегодня. Смотрите, перспектива, что ни Коми и ни Строг не обвинили в прямую во лжи Флина. Это сделал кто? Это сделал Мюллер. Почему он это сделал? Это длинная история. Вот что интересно. Потом, когда он выстроил этот материал полтора года, сколько там, 400 или 800 страниц, том 1 и 2, даже там не было специфического ничего. Там была презумпция интерпретации возможностей и т.п. Значит, он не должен сказать, он не сказал, что ты не виноват. Он не может сказать, но ты не виноват, но у тебя были мысли, понимаете? Но вот эту концепцию он протолкнул все, что на переднюю линию, чтобы дать горючее политическим пожарам. Да, но это так же, как с Трампом, можно сказать. Та же история. Не сказали же, что нет. Не нашли доказательств достаточно. Так, у нас есть еще один звонок. Попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, добрый день. Вопрос к вашему гостю, пожалуйста. Так, с чем обратился бывший президент Обама к своим прежним товарищам, если можно так сказать, 300 тысяч этих товарищей? Окей, спасибо. А какая была первая часть вопроса? А с чем обратился Обама к своим? С чем? Дайте я вам прочту два-три предложения. Можно, Игорь, вы мне поможете перевести, если я бла-бла-бла-бла. Первое предложение. Нет прецедента, что кто-либо когда-либо был обвинен в перджере, это уровень нарушения, и вышел из этого сухий. Не было такого прецедента. Говорит бывший президент Обама, великий юрист, у него в рамке висит где-то Harvard Law School. От Януарича привет оттуда, вот с 37-го и так далее. Года это вот... Ну, мы не будем тянуть народ туда. Ну, логика, логика. Но вопрос не логика. Вопрос юриспруденции. Ёлки-палки. Ты же покончил Гарвардский университет. Разве там была чардж, который был чардж with perjury? Не было этого. Раз. Второе. Он вышел getting scot-free, абсолютно невинным. Что это за scot-free? Или виновен, или невиновен. Scot-free – это своего рода жаргон между дебатами в клубе, в питерском клубе. Понимаете? У барной стойки, где должна стоять ваша конгресс-вумен, там есть такая, знаете? Да. Окей. Я... Да. Ну, хорошо. Можно две копейки вставить? Более того, я добавлю еще одно... Это важно. Еще одно предложение. Да, пожалуйста. Он говорит там, в своем этом... Что это создает... That's a kind of stuff where you begin to get worried to the basic. И вот это такого рода штука, stuff. Знаете? Прямо штука такая. Что это за разговор президента? Штука. Это вам не Сталин насчет Геты, да? All right. Слушайте. Но он говорит, где вы начинаете понимать, что наши организационные нормы становятся под легальным... И наш режим закона становится под угрозой. Какая угроза? Как может юрист говорить? Оставь. Это понятно. Сереж, ты хотел что-то добавить? Да. Обама сказал, что это беспрецедентный случай. Хочу напомнить, что в 2017 году Обама помиловал генерала морской пехоты в отставке Джеймса Гартрайта практически за то же, которому было предъявлено обвинение во лжи федеральному агенту. И он его помиловал. И в это же время он говорит, что это беспрецедентный случай. Ну, врет, как всегда. Это типично обамовская демократическая лабуда. Вы знаете, что я хотел уточнить вопрос нашей радиослушательницы. Она, очевидно, имела в виду обращение 200 тысяч вот этих бывших чиновников министерства. Это да. Я могу вам поговорить. Может быть, я и скажу опять. Потому что они говорят, что это была интервенция в криминальный процесс. Во-первых, он не был обвинен вообще. Во-вторых, никогда в криминальном, понимаете, не был обвинен официально. Понимаете? А два. Во-вторых, как мы знаем, почему. Вопрос тогда все-таки, почему он подписал. Почему он подписал? Потому что, как вы, вот, Игорь, сказали, 37-й год. Как крошили кости всем. Мы оставим твою жену и твою любовницу и детей в покое. Ты скажи, что ты был японским шпионом. Точка. И они подписывались. Но это в Америке... Америку... Нет. Я извиняюсь. Отойду. Отойду шаг два назад. У меня есть, между прочим, опыт личный, что делает ФБИ. Они очень часто пользуются этим. Главным образом это делается с мафией и наркотики и т.п. Но были двое. И у меня... Вы, может быть, слыхали, Балагула был такой. Вот он сидел, он сидел в тюрьме. Знаете почему? Он сказал, он смывал налоги, и он не... Он продавал топливо, и... А налоги... Отбрал себе. Все. Он говорит, я виноват, судите меня. Они ему говорят, знаете, вы работали там с мафией, и вы, конечно, что-то с ними, что-то делали. Дайте нам мафию и кредитные карточки, которыми мафия там... Он сказал, нет, я не буду это... Из-за этого они его засадили на 18 лет. Смотрите, 18 лет человек сидел в тюрьме. У меня есть еще один пример, знаете, автор здесь, который вот тоже сидит, я навесил его домой, он сидит с этим кольцом, что ему нельзя выйти за ворота своего дома, т.п. И я читал его книги, и там он мне прислал громадные 800 страниц, как FBI требовали от него давать ложные показания. Понимаете? Это есть на очень низком топ. Есть на очень низком и на очень высоком. Понимаете? Смотрите, FBI всего-навсего, да, они хорошие полицисты, федералы, но они тоже хотят сделать успех и достичь целей. И иногда, и довольно часто, они вот на тех двух примерах, которые я вам дал, они переходят, они переходят в границу. Это само собой. Кстати говоря, даже Голливуд бесконечно эксплуатирует эту тему, мы знаем. Да, полно, полно. И, кстати, самое печальное, что они не так далеки от действительности. Да, ну поставим, слушайте, я вам дал действительность. Да, да, да. Я знаю с первого источника. У нас, Сереж, у нас есть звонки? Да. Слушаем. Да, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже спустя три года наконец-то выяснилось о том, что если Россия вмешалась в предвыборную кампанию 2016 года, то не на стороне Трампа, а на стороне как раз демократов и Хилла и Клинтон в частности. А вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эти в 2008 году и в 2012 году могли ли россияне помочь Обаме прийти к власти? Спасибо. Знаете, я сомневаюсь. Я не знаю, ли они делали. У них есть, смотрите, в генштабе любой армии есть различные планы. Как захватить Новую Зеландию, например. Есть планы готовые, дают каким-то новым офицерам сделать свою, я не знаю, работу. И он делает целый план сухопытный, воздушный, подлодки и т.п. Но здесь может быть кто-то, не может быть, наверняка сидят. Есть там и с центра Кремля, и многие помощники, которые вот когда убили эту старого, специально сделали подарок в день рождения ВВП. Понимаете? ВВП. Поэтому иногда есть различные факторы. Деньги, которые они вложили туда, исчисляются в сотнях тысяч, не в полмиллиона даже далеко. Поэтому я думаю, это была проверка, что называется, проверка боя, разведка боя. маленьким боем таким. Но что интересно, и вот что никогда не было сделано, тот сервер, который делал, поддерживал сервер демократической партии, никогда не был проверен ФБР. ФБР! Они сказали им, нет, мы вам не покажем наш сервер. Извините, тогда не о чем говорить. Знаете, если не дают первое для них, чтобы они постарались найти какие-то отпечатки пальцев или нити, которые ведут куды-то, то как ФБА может вообще участвовать в таком? Им не дали на это право. Там не только с этим, со знаменитыми имейлами, которые стерла Хиллари. У нас есть звонок, попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, алло, говорите. У меня вопрос к вашему гостю. Вот у меня такой вопрос. Вот если, дай бог, чтобы выбрали Трампа на второй срок, и Трамп оставил генерала Слина, сейчас, и чтобы он создал свою партию, настоящую, астрагироваться от демократов и республиканцев. Флинн и Трамп создал настоящую партию, народную Америку. Это очень, очень, очень сомнительно, что такая вещь. Это абсолютно нереально, чтобы этим занимался Флинн, понимаете, о том, что я сказал, я думаю, есть весомость, чтобы это было после выборов, тогда он сможет прямо взять и показать им, тыкать в рыло, как говорят в народе, понимаете, чтобы он все-таки пришел со своей метлой, которую мы не дали. Еще один вопрос, слушайте, я хотел вам сказать, что меня зовут Илья Левков, то обращайтесь ко мне по имени, отчества не надо, и кроме того, дайте мне короткую исповедь, я вообще-то считаю, почему Шикаго мой родной город, хотя я там никогда не жил. Почему я считаю Шикаго моим родным городом? Потому что после войны, шестидневной войны, я получил полустипендию в университете Америки приехать и учить нас в аспирантуре, но денег у меня не было даже на полет, а тогда вообще еле слетали самолеты. В общем, благодаря моей протекции дядя-министр поднял трубку другому своему другу-министру, который был директором всего израильского товарного флота ЦИМ, а это более 400 судов, сказал, эй, кто у тебя едет в Америку? И он нашел. И вот я взял товарняк и полтора месяца я плыл, плыл, мы останавливались, мы отпускали, мы взяли различные вещи в Италии, во Франции, в Португалии и воплыл в Сент-Лоренс и опустился по всем шлюзам туда-сюда, пока не ступил на американскую землю в Чикаго. Вот так! Вот так, понимаете? Вот здорово! И когда это было, в каком году, Илья? Это было в сентябре 1967 года. 53 года тому назад. Как говорится, да, прошло полвека, мы должны изменить эту песню там. Да, прошло полвека. Да. Я бы сказал, будущий президент, который связывается с городом Чикаго, в то время где-то был еще, если не в люльке, то... Я смотрю на этих, слушайте, я уже окончил две аспирантуры в Америке, когда родился Пакер Карлсон. Понимаете? Хорошо. Давайте попробуем принять звонок, Илья. Это очень хороший был экскурс в вашу биографию. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, вы меня слышите? Да, у меня такой вопрос. Интересовался бы кто-либо у сводной сестры Обамы, где родился ее братец? Спасибо, я послушаю. О, об этом интересовались без конца. Без конца есть книги, доказательства, семи доказательства. Слушайте, это бесконечный колодец. Без конца этого есть полно об этом в интернете. Да, я думаю, Илья, это бесполезно даже обсуждать, потому что столько, сколько было всего и ничем это не кончилось, как мы помним и знаем. Хорошо, мы попробуем лучше принять еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вот что спросить, я, может быть, не с самого начала слушала, но говорили бы что-нибудь о теории возникновения коронавируса, о... Нет. Не говорили, да? Значит, я хочу вот что спросить. Я прослушала три источника. Один, это доктор Шива, коронавирус, тире оружие фармакомпании Билла Гейтса и фонда Клинтона, Клинтонов. Второе, это вот эта женщина, Джуди, доктор, вирусов, Джуди Миколиц. Я очень прошу, погодите, погодите, послушайте. Давайте так, когда темой передачи будет коронавирус, мы будем говорить о коронавирусе. Сегодня Илья Олевков в общем-то любезно согласился поговорить о генерале Флине и все, что связано с этой частью. Я поняла. И еще я хочу спросить по поводу выборов, ну это уже, так сказать, прямо к нашему Трампу относится. Неужели вообще, ну просто хоть демократ, хоть республиканец, хоть идиот, хоть не совсем идиот, неужели каждому человеку непонятно, кто выведет снова страну на те высоты экономики, у которых уже добился Трамп за 3-4 года, такие люди, как Трамп, или же там Джо Байден или его какая-нибудь якобы визу-президенция черная в крапинку или еще какая-нибудь там или зеленая. Кто сомневается, кто это сделает лучше? Спасибо. Отвечаю. Вы будете удивлены, сколько людей не согласны с вами, с Америки, и они образованные, но вот это подходит, я тебе скажу, с конца. Когда-то, я помню, во времена Никсона одна дама была удивлена, когда его переизбрали на второй раз, где он под ошеломляющую победу. Она сказала, как это может быть? Как это может быть? Я не знаю ни одного человека, который голосовал за него. Вот. Вы получили суть, что значит раз. Другое. Есть интересная концепция и слово в американском языке, которое называется бесоты. Бесоты на великом русском будут вроде одурманенные. Я бы сказал более самоодурманенные. И они могут быть и профессора, и адвокаты. Вот я вам дал только что цитаты из президента, юриста, жена юристка, дочери у него будут юристы. И все равно он говорит, как когда якобы он никогда, никогда не был юристом. Изучал хотя бы. Он должен понимать, что нельзя говорить такие вещи. Какие вещи здесь были нарушения закона с этим Флином? Какие? То, что он не помнил или не хотел говорить насчет того, что он сказал кисляку? Не, более того, они хотели использоваться 26-й поправкой, где говорится, что президент невменяемый, его нужно снять. И есть такая поправка. Но здесь шла речь вообще, что он абсолютно вменяемый, он просто не согласен. И шок, который он вот, это не было просто, что он победил демократическую партию. Он победил аппарат. Как вы помните, кадры решают все, и все кадры в аппаратах, и поэтому он, можно сказать, знал, знал и изучил. Ему кто-то сказал, конечно, о том, что невозможно это не только партия. Как вы знаете, около 10 тысяч людей назначаются новые, новая администрация назначает верхушку, и под ними еще, это около 50 тысяч людей. У нас есть еще один звоночек, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Ой, здравствуйте, скажите, пожалуйста, меня очень интересует этот вопрос. В качестве кого выступает Обама? Какое у него звание? Вот кто он? Вот почему он выступает? Окей, понял. Он бывший президент. Экс-президент. Я вам скажу, меня удивляет, что вы задаете такой вопрос. У вас был когда-то в юношестве герой, а именно сын бывшего турецкого подданного. Это, конечно, подразумевалось тогда, когда Турция владела Палестиной. Понимаете? То намек был ясен тогда. Сегодня он просто бывший президент. Бывший президент не имеет никакого специфического статуса, кроме того, что он получает льготы, офис, зарплату и, конечно, секьюрити сервис, который дает охранение его семье. Вот и все. Но он был любимчик половины народа. Дважды им оболчались. Он умел играть. Тот же Байден. Вы помните, как охарактеризовал его Байден? Байден, когда он бежал против Обамы в 2008 году. Что он сказал о нем? Он сказал, довольно смазливый парень. В наши годы ему позволяли подавать нам кафе. Байден! И что вы думаете? Он забыл это? Нет. А потом на каких Байден, извините, цирлах ходил, когда тот хозяином был в Белом доме? У меня замечательные есть фотографии, где этот старче перед ним сгибался, как забыл. да, да, мы все помним эти измерения Украины. Да, кстати говоря, вот возмущает многих именно то, что, наверное, вы за свою более полуковую историю и наблюдений за всеми президентами, в том числе бывшими, вряд ли вспомните, чтобы какой-нибудь из бывших таким образом, без церемоний, влезал в работу нынешнего. Не было, но было что-то интересное. Если вы помните, когда закончилась вторая каденция Клинтона, он не хотел уезжать из Вашингтона. На аэропорту, военном аэропорту, даже в Вирджинии, он сидел и давал и прощался со всеми работниками аэрофлота и т.п. его прямо с силой вытянули оттуда. Езжай себе, лети куда хочешь. Ну, ему действительно овальный кабинет был очень дорог, как мы помним. поэтому... Ну, не сегодня. Не сегодня. Я не хочу входить в это. Да, у нас, тем более, уже и времени не остается вспоминать все лучшее, что связано с президентом Клинтоном и его женой. Я брошу свой клик в народ. Слушайте, серьезно, я Вас не буду гладить по голове, пускай это делают политиканы и т.п. Читайте книги западные. перестаньте пользоваться русским интернетом и книгами, которые издаются там. Все, которые находятся в России, хотят читать американские книги. А вы здесь сидите, и что? Я докрою свой рот. Все. Это вопрос существенный. Вот, читайте только континент. Он дает правильную информацию. Он более чем существенный, потому что, извините, ваши отношения с вашими детьми. А, позитивные, негативные. Или, как минимум, у вас нету авторитета давать им советов. Исходят из того, что они знают, что вы не читаете американские источники. Спасибо, Илья, большое. Мы выходим из эфира. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова